Детский сад построили, а рядом жить невозможно. Как амичи спасаются от наводнения. Пожилой человек развел тараканов. Весь дом на выход. Конкурс детского рисунка как средство агитации. Что придумал рекоператор? Настоящая гражданская война развернулась среди жильцов одного из домов в городке Нефтяников. Как говорится, то белые придут, то красные придут, то одна управляющая компания, то другая. Каждый из жильцов отстаивает свою обслуживающую организацию. Но методы некоторых из них порой выходят за рамки законности. В ситуации разбиралась Светлана Мельниченко. Вообще собрания о переходе дома не было ни разу. 24-го якобы он подписался. 24-го у меня был день рождения. У нас не было. Мы отдыхали. Оба у нас уже другая вывеска. Мой дом. Оказывается, это было ранее решено. Подъезды будут в аренде. Тариф на содержание жилья повысят до 50 рублей с квадратного метра. А во время пребывания гостей его будут индексировать. Такими аргументами вспоминают жильцы дома в городке Нефтяников. Старшая по дому переманивала соседей в новую управляющую компанию. Большинство в небылицы не поверили. Но в государственную жилищную инспекцию все равно поступил протокол о смене обслуживающей организации. Жильцы решили дать новый УК шанс проявить себя. Во время управления моего дома у нас в доме ничего не делалось. Полы они начали мыть только со второго месяца. И то очень плохо. Они разбросали грязь по углам. И все. У нас до этого такого не было. У нас очень хорошая техничка была. По словам жильцов, через пару месяцев они поняли, с управляющей компанией мой дом им не по пути. И решили вернуть бывшую обслуживающую организацию. Но вслед за их протоколом общего собрания в ГЖИ последовал следующий, аннулирующий это решение. Собственники квартир вновь заподозрили подлог. Когда дом перешел в эту компанию, в новый мой дом, была приглашена Елена Николаевна, значит, ткач для знакомства с домом. И получился тут такой разговор, при котором выяснилось, что, значит, и Елена Николаевна подтвердилась своими действиями и разговором, что подписи были собраны поддельно. И участие в этом мне, конечно, ткач принимала. Подозрения жильцов оправдались. В листах голосования они обнаружили поддельные подписи. Принесли копии. Я поинтересовалась, есть ли я там. Я стала листать, и я нашла листок со своей фамилией и с подписью. Подпись не моя, и даже фамилия написана не моим почерком. Муж. Это не его подпись, я уже показывала, даже сегодня выносила и показывала ксерокопию паспорта. Добрый день, Владимир. Да, я Людмила Искандаровна у Розбахтинга. Это квартира номер 47. Я с 19 июля нахожусь в Казахстане. Билеты, подтверждающие мое отсутствие, я присылала. И никаких документов я не подписывала. В подлоге люди винят представителей управляющей компании «Мой дом» и у полномоченного представителя собственников Елену Рогожину. Похоже, старшая по дому решила действовать по принципу, что хочу, то и ворочу. Сейчас мы узнаем ее мнение, что она думает по поводу поддельных подписей. Благо, работает она в местном торговом павильоне. Здравствуйте, 12 канал. Выйдите, пожалуйста. Не могу я на работе, я обслуживаю. Ну, жильцы ваши жалуются, что вы подделывали подписи, чтобы перейти в другую управляющую компанию. Да вы что вы, о чем говорите? У меня ни одной поддельной подпись нет. Все поддельные. А где женщина, о которой? Да мы все обошли, вот они написали. Это бумаги с ГЖИ, вот эти подписи с ГЖИ. Дайте мне в руки, я никуда не сядю. Они все написали, что они не подписывали. Читать умеете? Они все написали, что они не подписывали. Мы все в квартире обошли. Подождите, а то вы куда-то денете. А я надену, я что, совсем низко пала, что ли? Да мы не знаем, куда вы упали. Это уже давно известно, как вы упали. Забирайте бумаги, пошли на дно. В полномочия сотрудников ГЖИ не входит проверка подлинности подписи. Но при обнаружении подлога информацию нужно направить в ведомство. Тогда эти голоса не будут посчитаны. Если же протокол общего собрания уже прошел проверку, то его легитимность нужно будет оспаривать в суде. Жильцы этого дома уже собрали для этого пакет документов. Исключить аферы с подделкой подписи позволит голосование через систему ГИС ЖКХ. Конечно, все собственники, которые через учетную запись госуслуг смогли проголосовать на ГИС ЖКХ самостоятельно, их подписи уже будет сложно подделать и будет сложно внести на бланках. Если же у человека нет возможности проголосовать электронно через госуслуги, он голосует на бумажном бланке. И администратор собрания такого вносит в ручном порядке, прикладывая эту скан-копию этого решения. Но его голос также учитывается в этом электронном собрании. Также интернет-голосование позволит исключить ошибки при подсчете кворума. Пока система работает не без сбоев. Например, могут расходиться данные о собственности. Но это больше частные случаи. Главное, что особо предприимчивые граждане пока еще не придумали, как обмануть всемирную сеть. Если в этом случае жильцы возмущены подделкой подписей, то омичи другого дома жалуются на соседку, которая коллекционирует хлам и в буквальном смысле отравляет жизнь всему дому. Из-за свалки, организованной пенсионеркой, завелись тараканы. Насекомые уже оккупировали несколько этажей. А в подъезде стоит нестерпимая вонь. Есть ли управа на незамечательную соседку, разбиралась Анастасия Донец. Машкара. Это у нее в зале, в комнате. Вот все заставлено. Вонь непередаваемая. Старая одежда, упаковки от продуктов пустые банки. Квартира Тамары Александровны похожа на свалку. Горы мусора почти полностью заграживают окна и дверные проемы. Из-за едкого запаха трудно дышать. Вольготно в этой обстановке чувствуют себя лишь тараканы да муравьи. Хотя бывают в нехорошей квартире и гости. Друзья Тамары приходят обычно по ночам. Веселая компания распивает спиртные напитки и не дает соседям уснуть. Они пьянствовали, у них тут такая компания была ужасная. Ужасно пели песни допоздна. Они не работают и гуляют. Всегда я к ней приходила, предупреждала, жаловалась на нее и говорила. Она сказала, я отдыхаю, я на пенсии. Прерывать свой отдых пенсионерка не захотела даже ради общения с нашей съемочной группой. На вопросы отвечала кратко. Регулярно проводит уборку, а про насекомых вообще первый раз слышит. Здравствуйте. Здравствуйте. Соседи нам позвонили, сказали, что от вас тараканы бегут. Нет, нет, у меня тараканов нет. У вас порядок дома? Нет, нет, порядок. У меня нет тараканов. Что у меня нет, то нет. Договориться с проблемными соседями, как правило, получается редко. В таких случаях юристы советуют обращаться с жильцом дома в профильные ведомства. Для начала в Роспотребнадзор. Специалисты должны выехать на место и составить акт. С документами можно обращаться в суд. И тогда уже Фемида заставит ответчиков привести жилье в порядок. Если такой способ не сработает, жалобу могут принять и в администрации округа. Администрация должна установить срок для такого собственника, в течение которого этот собственник должен устранить эти явные недостатки в содержании этого помещения. Если в этот срок, который тоже должен быть разумным, этот собственник не предпринимает никаких мер по устранению этих недостатков, администрация вправе выступить в исковом производстве, в судебном порядке, изъять это помещение. Это крайняя мера. Пока жильцы дома пытаются решить проблему с нечистоплотной соседкой мирным путем. Убеждают навести порядок в квартире. Параллельно занимаются и подготовкой документов. Говорят, если женщина не пойдет навстречу, просто вынуждены будут обратиться в надзорные ведомства и добиться выселения пенсионерки. Герои нашего следующего сюжета никак не могли ожидать неприятности от соседства с детьми. После возведения нового образовательного учреждения, частный дом оказался в Низине. И он заключен, так сказать, полукольцо. После дождя жильцы могут пройти до дома только в болотниках. Вода и грязь со всего микрорайона заполняет погреб. А возведенная по периметру опорная стена грозит разрушить фундамент. Как помочь амичам, выясняли наши корреспонденты. Даже мелкий дождь оборачивается для семьи Григорьевых настоящим стихийным бедствием. Их дом становится айсбергом в океане ливневых вод. Они стекают вместе с пылью и мусором со всего микрорайона биофабрика. На приусадебном участке Григорьевых уже сгнили все посадки. Без крыши над головой остался пес Цезарь. Собака с будки убежала, будку затопило все. Во время дождя добраться до жилья можно только в болотниках, да и в доме. Их лучше не снимать, говорят владельцы. Вода не уходит из-под пола неделями. Пришлось выбросить все заготовки. Так, сколько сантиметров? 70 сантиметров. Выбросили с погреба все заготовки. Корнеплоды, ну заготовки, все соления, варенья. Потому что грязь, все заразная грязь. Здесь плавают и коронавирусные маски, бычки, средства предохранения всякие. Все это к нам идет, все вместе с водой. Регулярные потопы в доме Григорьевых начались с 2021 года, когда по соседству возвели детский сад. Грунт под ним подняли на 50 сантиметров. Частное строение оказалось в низине, закованным в полукольцо, и теперь его топят с двух сторон. К воротам дома стремятся потоки воды с проезжей части, а по периметру с территории детского сада вода сочится из водоотводов, установленных в опорной стенке. Адвокат семьи Григорьевых уверен, ее возвели в обход утвержденного проекта. Этот проект, он есть, он в открытом доступе на госзакупках есть, потому что любые муниципальные контракты на строительство, они проводятся на основе проекта. Проект был сделан, то есть они начали строить. Но в ходе строительства почему-то строители, подрядчики отступили от этого проекта. Они стали создавать на границе эту подпорную стенку. Хотя в начальном проекте, который утвердила государственная строительная экспертиза, эта подпорная стенка расположена совершенно длиной всего лишь 6 метров и находится в углу. Она не касается границ земельных счетов, она стоит перед границей. А в дальнейшем все, там где сейчас есть стенка, там должны были просто быть спуски. Редакция программы «Управдум» направила официальный запрос в департамент строительства. Там утверждают, подпорная стенка на объекте выполнена согласно проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Нарушений в ходе строительства не выявлено. Впрочем, после нашего обращения ситуацию, сложившуюся около дома семьи Григорьевых, сотрудники администрации города все-таки оценили комиссионно и приняли первые меры. Уже принято первое мероприятие, это вот выполнена искусственная неровность вдоль дороги, как раз в створе въезда на близрасположенную территорию к жилому дому. Искусственная неровность, то есть она, большую часть объема талых вод, которые идут по дороге, она будет направлять их по дороге дальше. Справится ли искусственная неровность с возложенной обязанностью, покажут ближайшие осадки. А незаконность опорной стенки, которая, по мнению экспертов, попросту может рухнуть на дом под грузом намокшего грунта, семья Григорьевых теперь будет доказывать в суде. Мы будем следить за ситуацией в поселке Биофабрика. Думаю, ближайшие дожди покажут, эффективны ли меры, предпринятые чиновниками. А теперь к позитивной теме. Некоторые сознательные омичи всерьез озаботились раздельным сбором бытовых отходов. Во дворах начинают появляться желтые контейнеры для сухого перерабатываемого мусора. Бумаги, пластика, металла. Жильцам одной из омских многоэтажек повезло. Новый мусорный бак им подарил региональный оператор «Магнит». Обладателями желтого контейнера для сухих отходов стали жильцы дома 104 по проспекту Мира. Уже два года они воспитывают в себе борцов за экологию и сортируют мусор на сухую и мокрую фракции. Раньше пластиковые упаковки и бутылки складывали в непрезентабельную сетку. А картон и бумагу и вовсе приходилось оставлять рядом с баком. Конечно, это с трудом дается. Но потихоньку люди сортируют, выносят. Сначала стояла сетка, начали собирать макулатуру. На эти деньги, которые мы собираем, мы сдаем отдельно и приобретаем для садового участка нашего, приобретаем саженцы, цветы, рассаду и так далее. Для мусорных площадок, расположенных в частном секторе, желтые контейнеры закупили муниципальные власти. Жильцы многоквартирных домов должны сделать это самостоятельно или делегировать управляющей компанией. Оказалось, приобрести бак непросто. Жильцы дома 104 по проспекту Мира не смогли заказать контейнер даже в других регионах. Их нет в наличии. Мусорная реформа внедряется по всей стране. С этой проблемой собственники обратились к региональному оператору. В компании «Магнит» изготовили для них желтый бак. Мы не ставим на поток такие желтые баки. Мы их не раздаем всем, но готовы поощрять тех жителей, которые активно пропагандируют разделе сбора отходов. В желтый контейнер можно выбрасывать не только пластик, бумагу и картон. Для переработки также подходят металлические банки и стекло. Главное, все это должно быть хорошо очищено от пищевых отходов. Конечно, до уровня продвинутых в этом вопросе стран, в вопросе использования вторичного сырья, россиянам многим нам пока далеко. Некоторые до сих пор не понимают, что выбрасывать отходы нужно на свою контейнерную площадку, а не в бак по соседству. Но нужно стремиться вкладывать в понимание молодых поколений, что сортировка мусора – это будущее. Кстати, региональный оператор «Магнит» недавно провел конкурс детских рисунков. Как дети представляют себя в процессе сортировки мусора, вы видите сейчас на экране. В конкурсе приняли участие почти 50 ребят. Победителями стали трое школьников из села Новоягодное Знаменского района. В населенном пункте услуга обращения с ТКО пока не оказывается, потому что попасть в этот самый поселок можно только на вертолете или на пароме. Почему важно сортировать мусор и пускать его в переработку – школьники узнали благодаря урокам по теме экологического воспитания. Для награждения сотрудники «Магнита» доставили победителей в Омск и не только вручили заслуженные награды, но и провели для них экскурсию на мусоросортировочный завод. А теперь наш эксперт Никита Дюкарев ответит на другие вопросы телезрителей. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Первый вопрос. Жители двухэтажных домов села Павлоградка. У нас выгребные ямы откачивают специальные машины. Мы платим за канализацию столько, сколько воды мы потребляем. Хотели оформить льготу, но в МФЦ и администрации нам говорят, что нам эта услуга не положена. Она входит в содержание жилья. Но даже в квитанции нам пишут – канализация. Можно ли все-таки получить льготу на эту услугу или нет? Федеральным и муниципальным законодательствам предусмотрены льготы за содержание жилья и коммунальные услуги. Поскольку плата за услуги по очистке выгребных ям входит в плату за содержание жилья, то конкретно по данной услуге льготы не предоставляются. Вместе с тем, если вы относитесь к одному из видов граждан, которые предусмотрены федеральным или муниципальным законодательствам, которым даются льготы за содержание жилья в целом, то вы имеете право подать заявление о предоставлении вам таких льгот. Евдокия Ожегова проживает в микрорайоне Загородный. Спрашивает. Управляющая компания не убирает в подъездах и не ремонтирует дом. Ссылаются на нехватку средств. Но я и мои соседи платим регулярно. Как проверить, сколько денег с дома собрано и сколько потрачено? И как заставить управляющую компанию качественно оказывать услуги? Вы имеете право подать заявление в управляющую компанию с требованием ознакомления вас с актами выполненных работ за необходимый вам период. Также управляющие компании обязаны раз в год отчитываться перед собственниками о выполненных работах и оказанных услугах. И с данными отчетами вы также имеете право ознакомиться. Следует учесть, что управляющие компании не обязаны копировать вам какие бы то ни было документы и предоставлять им. Но вы имеете право на ознакомление с данными документами. Можете делать из них выписки или фотографировать. А в случае, если управляющая компания отказывается вам предоставить такие документы, то вы имеете право обжаловать такой отказ в ГЖИ Омской области, либо через суд требовать предоставить данные документы вам для ознакомления. Мария Власова, 16-й военный городок, спрашивает. Согласно документам, проверку счетчиках на трубах водоснабжения я должна провести в ноябре 2022 года. Но ресурсоснабжающая организация меня известила, что нужно провести ее до конца августа. Иначе будут считать, что счетчик не работает и надо платить по нормативу. Законно ли это? Зачисление оплаты по нормативу при условии, что срок проверки счетчика еще не истек, незаконно. Может сложиться такая ситуация, что у ресурсоснабжающей организации отсутствует правильная документация о сроках проверки вашего счетчика. Поэтому вам следует ее предоставить в эту организацию. Также следует иметь в виду, что под видом ресурсоснабжающих организаций мошенники пытаются навязать вам свои услуги по поверке счетчиков. Похоже, вопрос Амич, который не представился, спрашивает. Мы платим за электроэнергию по счетчикам. Нам принесли квитанцию с долгом за ОДН 700 рублей. В энергосбыте пояснили, что это мы за неплательщиков должны платить. Разве это законно? Плата за коммунальные услуги на ОДН по общему правилу рассчитывается пропорционально площади, занимаемой собственником помещения. Таким образом, согласно данному правилу, долги должников, которые не оплатили коммунальную услугу на ОДН, не должны на вас распределяться. В случае, если эти долги распределяются, то ваши права нарушаются, и вам необходимо с жалобой обратиться в Гежеевскую область с требованием проведения проверки правильности начисления вам платы за коммунальные услуги на ОДН. Наша традиционная рубрика «Видеовопрос». Вот посмотрите. Нет мусорных контейнеров. На огромную территорию всего пять контейнеров, а конкретно от Красноярского тракта до Орджоникидзе и от 22-й до 25-й Северной. Все тащат мусор на контейнерную площадку, которая находится на пересечении 23-й Северной и Сазонова. Просто какой-то ужас, говорят о мече. Ну, мы видим это. Что же им делать? В вашем случае вам необходимо обратиться с жалобой в администрацию города Омска по вопросу отсутствия контейнерных площадок в вашем районе. Возможно, потребуется провести общее собрание собственников близлежащих домов для определения места расположения контейнерной площадки. Что касается мусора на земельном участке, то по общему правилу содержать в надлежащем виде земельный участок обязан и его собственник в случае, если данная земля принадлежит муниципалитету, то содержать ее и очищать от мусора должна администрация. Спасибо, Никите Дюкареву, за исчерпывающие ответы. До свидания, Владимир. До свидания, уважаемые телезрители. А на сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Пишите нам в социальных сетях и звоните по телефону редакции. Задавайте свои вопросы. Увидимся через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»